Прямо на своем месте. Меня взяли секретарем посла. Очень тяжело, наверное, жить. Все, сворачиваем передачу, мы миллиардеры. Обалдеть, я ведь хочу, а я дальше что-то делать буду. Всем привет! Мы приветствуем вас на четвертом выпуске подкаста «Войти в IT». Здесь у нас двое ведущих. С совершенно разным экспириенсом, или, говоря по-русски, опытом в мире IT. Details. Details. Да, чтобы как можно шире взглянуть на эту диджитал-магию. Меня зовут Женя Гришечкина, я блогер и креативный директор в рекламном агентстве «Хейт». То есть мои познания в IT совершенно уровень ноль, даже в минус я ухожу немножечко. Но меня будет сегодня выручать мой соведущий, более известный вам вообще, как суперстар, как главная звездочка этого подкаста. Да, привет! Да, Арсений. Арсений сегодня будет разговаривать с гостем на вот этом их крутом IT-языке. А Женя не будет ничего понимать. Я не буду ничего понимать, я буду просто хихикать и обеспеченно слушать умных людей. А гости у нас тоже всегда тут непростые. Это, во-первых, суперинтересные ребята, во-вторых, с каким-то классным интересным бэкграундом в прошлом. И сегодня у нас в гостях Димир. Димир – инженер по автоматизации тестирования. Ааа, получилось! Да, всем привет! Я Димир, работаю в Яндекс.Финтехе, инженером по автоматизации тестирования. И я очень крутой, надо сказать. Ну нет, насчет крутизны не знаю. Я, в принципе, тоже, кстати, своего рода инженер. На программной инженера учусь. Так, меня еще не клеили. Димир, расскажешь немножко о себе, поподробнее. Хотим знать все, если честно. Я тоже очень хочу. От момента рождения. Окей. Знак зодиака. Ну и карьерный путь, конечно. Нотальную карту свою, может, расскажешь. Блин, такой мыслительный процесс пошел сразу. Ладно, в общем, работаю в финтехе Яндекса. Чем конкретно занимаюсь? На самом деле, если, наверное, супер просто в сухом остатке рассказывать, это, типа, ребята-разрабы пишут программы, я пишу такие небольшие программы, чтобы тестировать их программы. Ну, то есть, потому что… Ну, чем-то на разработчика вирусов, похоже, это разнообразить. Ну, да, типа, тестирование цель, типа, разрушить то, что ребята создают, да, то есть, ну, это все, найти какие-то ошибки. Ты крушить, это разрушить, это халки в мире IT. Нет, она есть, как бы, какими-то категориями рассуждать, да, типа, просто то, да, твоя основная цель – это, типа, разрушить какую-то часть программы, чтобы, типа, была… Ты негодяй! А тебе нравится это, ну, разрушать, когда получилось? Ты испытываешь удовольствие от слез других катишников? Нет, ну, типа, наверное, как у всех ребят, когда, типа, ты пишешь код, и у тебя код срабатывает, это, типа, некое такое очень приятное ощущение, да, ты сидишь такой, болей, получилось. Ну, то есть, из-за этой серии. Вообще ничего не понимаю. Окей, ладно, нет. Не на русском говоришь. Я просто вообще полный, полное зеро. Все, что касается IT, я знаю только кнопки на клавиатуре, и то не все. Все остальное. Писать код – это, ну… По поводу кнопок, на самом деле, я тоже иногда, типа, некоторые кнопки, не знаю, для чего предназначить. Ну, ладно, это… На самом деле, типа, IT в какой-то степени очень много градаций, в смысле, много разных ребят в разных сферах работает, и это же не про то, что ты пришел, включил компьютер, и ты, там, хакнул компьютер, и ты все знаешь, да, там, типа, это не так работает. Ты просто узкий специалист в своей сфере. Ну, к примеру, ты, там, парень, который умеет, типа, нагружать систему, ну, там, сложно, имеется, там, ну, короче, нагружать ее, и, там, тем самым ее, там, разрушать, либо ломать ее, ну, в таком ключе, да, то есть, там, есть ребята, которые чисто занимаются, там, руками проверяют, да, то есть, вот, вы, там, приложение скачали, оно открывается, вот, они до вас это все протыкали, посмотрели, типа, и все это работает благодаря тому, что ребята проверили, а те, кто создавал это, это создали, да, то есть, не бывает такого варианта, что вы что-то написали, и оно, типа, без бага, без ошибок, ну, не бывает такого, в принципе, нет такого. А можешь немного рассказать прям вообще, что ты делаешь, вообще, твой обычный рабочий день? Немного просто, мне кажется, тяжело понять, что такое автоматизация тестирования, чем вопросы тестирования отличаются. Да, окей, автоматизация тестирования, это, ну, к примеру, вот смотрите, у вас есть какое-то приложение, которым вы пользуетесь, да, но разработчики его сделали, и вы его тестируете, но бывает так, что некоторые тесты повторяются из раза в раз, ну, то есть, к примеру, то, что вы приложение открыли и зашли на свой, к примеру, под своим аккаунтом, это все повторяется из раза в раз, и тестировщику приходится каждый раз это проверять заново, потому что, когда разработчик что-то меняет в коде, это может так заэффект, ну, то есть, задеть все остальное, да, то есть, он вроде бы здесь кусок поменял, а оно в итоге там настолько все связано, что оно заделает что-то там, и вот это что-то там потом не работает, и мы в итоге не можем вот этот кусок только проверить, которым это, во, все, здесь все супер работает, а в итоге у нас там вообще все вот отвалилось, да, и поэтому приходится весь флоу вот этот, ну, то есть, проверять, и это вот весь процесс проверки называется регрессионное тестирование, и часто бывает такое, что вот этот кусок перепроверять очень тяжел все да уже не интересно нет 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 ну короче чтобы вот этот кусок не перепроверять его автоматизирует аж пишут код чтобы он типа все это проверял автоматически человек это проверяет день там код это проверить там гроберы за 10 минут выхлоп огроменный девиз скажи пожалуйста ты же не сразу вообще появился войти у тебя такой прикольный необычный бэкграунд да у меня наверное не очень необычная так скажем история для эти в общем когда-то давно я там начинал работать барменом весь карьерный мой путь есть говорить из чего начинался я начал начинал работать барменом после этого там постепенно стал менеджером это вот больших ресторанных сетях я работал после этого то есть я уже там работал менеджером вроде как бы все меня устраивало у меня супруга дипломат на тот момент она как раз закончила мгу она то есть вот закончил учебу ей предложили работу посольстве россии в камбодже ну то есть нам надо было ехать туда и она ко мне пришла говорит слушай типа вот такая тема не предлагает она пять лет на это училась у него прям вот она знает их язык мерзкий да то есть это ее профили ингартов посольство зовут что мы будем делать сама суть работы какая то есть забирать всю семью нет такого что там один человек поехал работать потому что забирать семью там ты живешь посольстве и вот я типа работал в ресторанах и достаточно долго и вроде я в этом разбираюсь все такое мне говорят типа все поехали будешь там посольстве работать как бы окей ладно поехали короче там посмотрите оторван грэйзи дэйзи по тебе не скажешь наверное не знаю мы приехали и но то есть там мы проработали в общей сложности три года мы приехали и меня там там на первый на второй день там спасло мы познакомились там и мне говорят окей ты будешь там типа работать секретарем посла короче ну потому что там такая практика да то есть там кто-то приезжает дипломат и есть член земли он должен как бы на месте его уже устраивать работы ну потому что представитель три года работы да человек три года не может без работы и соответственно часто устраивает их вот так вот на месте и меня взяли секретарем посла но это было вообще то есть я пришел такого здравствуйте я такой-то и вот твой стол вот твой начальник начальник это не просто да это мы посол россии только можно это то есть это большой человек я такой ок ладно ребятам давайте будем разбираться а ты вот за три года жизни там ты изучил язык я не знаю язык я короче не учил его но есть такая смешная история но вот из-за того что у меня азиатская внешность ну понятно там тоже азиаты юго-восточная азия то я вообще ну то есть не разговариваю на их языке само собой но мне супруга сказала эту фразу типа я наполовину к мер я ее просто выучил и она меня вообще три года просто фантастически спасала везде ну потому что там юго-восточная азия там приходишь там туристы если видят что ты турист тебе там задваивает цену там но все услуги двойные ну то есть вот так вот да то есть а если ты там грубо говоря там с европы откуда-то а то есть это вообще там типа если поездка стоит образно плюс-минус там 10 рублей то тебе сразу 50 да ну просто априори то есть начинает торговаться с 50 опускают там до 20 ну образно вот так и спруга меня научила этой фразе я такую они говорят там ну плюс-минус я понимал сколько что стоит они такие говорят ну вот давай там типа поездка будет 50 стоит я на половину к мерже ну как бы ты что вы поделись этой фразой ну на случай полностью фраза звучит к нему конкат к мая но типа к нему это я на половину конкат это на половину к мая да к нему конкат к мая я никогда не думал что буду на публику это произносить но в общем меня это очень хорошо спасало там типа бытовых каких-то моментах но это было очень супер необычный опыт работа в посольстве там вот наверное такое то что не научила это адаптироваться под все условия но вот это адаптивность у меня прям повысилась вот так вот то есть я после после я всегда думаю сейчас даже у меня что-то не получается где-то на работе там там я вот только в яндекс пришел когда было тяжело всегда думали но да я же там типа выжил все нормально типа все работает но после этого три года отработали вернулись в москву и как раз я опять устроился в рестораны большую сеть пиццерии я устроился но должность хорошая была всего вроде устраивала и 20 год приходит и в общем к вид начинается начинается вот эти все проблемы и там то есть там здесь выходим там не выходим то есть все такое я как-то бы а у меня уже было двое детей и 3 был на подходе и я такой был уверен что скорее всего меня не сократят ну как-то казалось по крайней мере и какой-то момент нас их собирают ребят мы типа сокращаем ну как бы не тебя конкретно почти весь отдел сокращаем в том числе тебя короче ну типа и меня просто вот в какой-то момент прям такая просто теперь сижу и думаю обалдеть а ведь почему я дальше что делать буду вот чем делать ну это очень грустно конечно не ну тогда да это какие-то реалии жизни были очень такие как-то вообще у тебя получилось выбраться из этого естественно когда сократили очень тяжело наверное жить жить вообще тяжело но на самом деле тут ну просто понимаете да я прихожу у меня это говорят я вот это с этой новостью прихожу домой рассказываю это все жене вокруг все вообще супер нестабильно какой-то ковид я не знаю что вообще в мире происходит это мы сейчас сидим с думаем дать пока это тогда-то вообще не понимали что происходило и я рассказываю и она такая сидит если мы все таки просто вот нечего говорить было но она мне понятно поддержала дать ног давайте по вот сейчас вот этот вот этот момент типа переживем дальше посмотрим что как пойдет там типа у нас хотя была собака чтобы гулять ходить а то что вы люди были без собак которые нельзя же было выходить без собак гулять и вот я просидел наверно недели две дома ну если честно быть там компания тоже выплатила хорошие деньги но то есть чтобы наверно спорных моментов не было и то есть у меня был там промежуток типа полгода я могу типа не работать но то есть таком ключе я такой сижу и думаю блин надо что-то делать но я хочу ну просто я сидел и понимал вероятность что ресторан вдруг откроется и мы побежим куда-то опять работать было минимально я такой думаю надо подумать что-то делать да да конечно но типа там же бизнес и понесли убытки и и эти же убытки не вернутся тот момент когда они только откроется то есть они уже какие-то убытки понесли соответственно и вот я начал уже интересоваться сферой и как раз она была на волне вот это вот все было как-то типа давайте учиться модно я вообще ничего не знал ну то есть просто но как ты говоришь я там не знал все клавиши из этой же серии а как ты вообще пройти услышал типа вот идите туда там миллиарды зарабатывает или просто прикольно сидишь но плюс-минус наверное мне всегда там просто хотелось попробовать они говорю что я типа я о я там я чувствовал что техник я там технически у меня образование вообще не в этой сфере и все такое но просто во первых я хотел попробовать и это раз а во вторых знаете это я типа из ребенок из серии когда он разобрал и не собрал да вот это ну типа я любил что-то разбирать смотреть как все устроено внутри а собирать уже не получалось ну просто обычно не получалось типа но ты сейчас прям работаешь получается ты прям на своем месте а надеюсь надеюсь да надеюсь что да я также один раз в детстве сколько ну не прям в детстве для 12 было я ноутбук разобрал просто по одной детальке лежит на столе и что с этим делать да 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 это мне тоже отец приходил и говорит ты вот фен собрал горит а осталось 2 детали типа как бы тебя не интересно от чего они остались дать его не работает же папа ну чего ты в общем да я так попал на курсы на курсы попал там начал учиться джаве начал язык программирования джава начал учить того что мне были дети маленькие дети были на тот момент мне надо было как-то себя ну то есть мне надо было рано вставать и рано вставать надо было не потому что я такой молодец я решил дай-ка я буду рано вставать ну типа вот я такой там да нет ну типа просто потому что или этот промежуток там с пяти утра до восьми утра там все спали и надо было за это время сделать иное количество по учебе чтобы потом вкатываться уже в день а там же дети просыпаются и там по большому счету все равно да папа там что-то учится что-то делать это как бы они уже там проснулись и проснулись да то есть хорошо там супруга очень сильно помогала, но сам факт вот этот, мне надо было вот в 5 утра, я как-то посчитал в 5 утра просыпаться, и это было просто катастрофически тяжело. То есть ты учился с 5 утра? Ну, нет, слушаю, вот если вырвать из контекста и сказать, вот учился с 5 утра, ну, звучит красиво, но просто надо было учиться, потому что другого времени не было. Если у тебя на сон вообще уходило времени? Нет, тут важный момент, важный момент, еще важно, что во сколько ты ложишься. Понятно, если ты ляжешь в 3 и проснешь в 5. Ну, у меня в общем такая общая концепция про дисциплину, то, что дисциплина это не про то, что очень часто вот сейчас там слышишь, там, дисциплина, дисциплина нужна. Я считаю, что дисциплина это не про то, как ты типа что-то заставляешь себя делать, это про то, что ты вокруг этого действия вокруг делаешь большое, объемное. Ну, я сейчас просто расскажу, и вы поймете. К примеру, вот для меня было тяжело реально в 5 утра, потому что я просто, ну, типа, мне всегда комфортно поздно ложиться, и типа, позже всю жизнь было комфортно. А тут надо было так делать, и ты типа не про то, что давай заставь себя в 5 утра встать, а просто, ну, ляг пораньше, да, во-первых. Ну, ложись пораньше. Во-вторых, типа, я вот до сих пор, я вещи, там, если мне надо рано вставать, я вещи кладу так, вот прям, вот брюки, вот там, еще что-то, и там носки. Я просто, вообще, минимальные должны быть просто какие-то трения, чтобы ты встал, короче. Иначе, ну, ты не встанешь. Потому что, если ты встанешь и начнешь думать, что тебя одевать, ты уже, там, уже начал какой-то, ну, тяжести себе накидывать, да, уже, типа, что-то ломается. Поэтому я просто встаю, одеваюсь, ухожу, и вот он, да, пошел, помылся, и уже все, да, ты проснулся, ты уже не денешься никуда. Знаете, такой прикол есть, что ты ставишь один будильник на телефоне, а есть, ну, просто на часах же будильник, ну, просто будильники старые, да, я их ставил в дальней комнате, короче, на пять минут позже. А там, типа, вся семья спит. Вообще, не вариант было не проснуться. Ты такой, ну, ты такой, ты что? Слышишь будильник? Ты такой, блин, может, еще пять минут, ты такой, блин, сейчас тот заработает, сейчас все проснутся. Я такой вставал, шел. Ну, когда уже идешь, уже как-то, типа, проще. В общем, я пришел на курс, начал изучать джаву, и я где-то прочитал советы, типа, как дальше действовать. Я там через три месяца уже начал, там, какой-то резюме себе сделал, начал его рассылать, начал звонить, там, рекрутерам, ребят, типа, давайте, давайте я к вам прийду. А, ты прям сам звонил? Ну, нет, ну, там ты на работу откликаешься, говоришь, там, ну, всякие стажировки. Я просто откликался, потом старался найти того человека, кто непосредственно курирует. Ну, на самом деле, что там же несколько слоев, то есть, там, какой-то есть HR, который сначала первое, там, отбирает. И самый тяжелый, вот этот пункт пройти, ну, то есть, дальше. Потому что, в итоге, тот, кто тебя будет нанимать, он находится там за несколько человек, ну, там, за несколько людей еще. А, в общем, вот так вот. Я, там, что-то отправлял резюме, там, звонил ребятам. Они такие, так у тебя же нет вообще опыта работы. Я говорю, ну, а как? Ну, как раз у вас будет у меня опыт работы. Меня взяли на несколько стажировок, я пошел в две, там, записался. И, причем, самое смешное, что я в Яндекс еще, причем, на стажировку отправил, и... И они не... Короче, да, на каком-то прям суперраннем этапе меня отклонили прям. По-моему, просто резюме посмотрели, и сразу там аджек, он говорит, ну, типа... В общем, я пошел на обучение, и здесь непосредственно уже там начал уже джавус, вот именно практиковать, все это делать, там, обучаться. Вот как раз я в группу попал, там, где я сидела, там, 25, ну, плюс-минус, там, ребят. И там такие-таки сидели ребята, я прям захожу, они там что-то со своими компами переходят, с ноутами, там, что-то там разговаривают, на каком-то непонятном языке. Как я их понимаю? Да, я вообще такой, вы вообще там по-русски разговариваете, не пойму там, или что. В общем, такая штука была. И вот как раз по поводу самой дисциплины и все такое, короче, я просто вот... В итоге я остался на одной стажировке, я выбрал вот именно по автоматизации тестирования, и я такой, типа, блин, все, я этот курс нафиг пройду до конца. Ну вот, обязательно пройду, да, типа... Старит для себя цель. Да, и причем мне просто было тяжело учиться, то есть я не говорю, что я там легко учился, я прям вообще, типа, некоторые слова вообще не понимал. И тогда не было такого зума, что мы что-то снимали, ничего такого не было. Я просто там, преподаватель приходил, рассказывал чего-то и уходил, короче. Я такой сижу дома, такой, блин, а что это было-то? Типа, я половину слов не понял, да, типа, что делать? Ну, типа, записывайте, а что записывать-то? Ты уже половину не понял даже слов. И меня спасло то, что какой-то парень додумался просто на диктофон какой-то записывать на телефоне. Я просто случайно там спросил у него, он такой, слушай, у меня запись есть. Прикиньте, я просто сидел по голосу, слушал и просто находил какие-то слова непонятные, гуглил там, ну, то есть вот такой процесс был. У стажировки не было шансов, чтобы ты ее не закончил. И дальше, как у тебя появились проекты? Блин, я не знаю, как-то, может, это не очень красиво такое говорить. Ну, короче, парень, который был самый сильный в группе, его должны были взять в проект самого большого банка. Ну, то есть его туда, как бы, и он уже, когда уже стажировался под конец, уже финишная прямая, там уже прошло в итоге только три, по-моему, человека, четыре. И вот его туда прям взял, он, говорит, он прям просто жесткий, хардовый чувак был там, там на СИП, на плюсах, по-моему, писал, что ли. Ну, по-моему, что-то такое сложное писал. И он в этот момент ковидом заболевает, короче, прям. И мне начальник такой пишет, Димир, говорит, тут проект есть. Подарок судьбы. Да. А все отказываются. Я говорю, почему отказываются? Кажется, слишком сложный. И я такой, давай. Попробуем. Не, на самом деле он просто сказал, слушай, есть такой проект, он заболел, остальные ребята не хотят. Потому что остальные трое, в том числе я, должны были рядом с ним на другом проекте сидеть. И как бы он, там, лайтово должен был обучать. Я такой, пойдешь? Я такой, ладно, давай пойду. Ну, потому что я как-то чувствовал себя, типа, обязанному, что он меня все-таки взял. А это уже во втором, да, банке? Нет, это вот первый банк был, первый банк. Так, и скажи, пожалуйста, как ты в итоге в Яндексе оказался? После второго уже банка, когда я поработал, как раз Яндекс.Финтех искал, вот, с ребят в автоматизацию тестирования, я прошел собеседование. Ну, там особо интересно, нечего рассказывать. Я в Яндекс конкретно шел с конкретной целью. То есть я всегда, вот, у меня было две компании, в которые я всегда хотел попасть. Вот прям как только начинал обучаться, вот одна из них была Яндекс. Я прям вот считал, что вот попаду в Яндекс, это будет, вот, я добился своего. То есть вот, представляете себе, вот сколько времени с 2020 года я вот вкатывался, да, то есть я вот только когда в Яндекс, и то, как бы, вот эта моя педантичность не дала возможности мне, вот как только я попал в это расслабиться. Я полгода еще ждал, чтобы меня там до работы не уволили, да, из Яндекса. Ну, типа, и когда вот полгода прошло, нет, не полгода, вру, когда испытательный срок, когда испытательный срок кончился, я сел такой. Я просто прям очень хорошо этот помню момент, я сидел вечером, был в офисе, там темно было, и что-то вот я сижу такой, уже все ушли, я такой что-то тяжелый день, я работал, работал, и прям смотрю, и вот он, типа, как раз мой сегодня последний день, типа, вот именно испытательного срока, я прям растекся в этом кресле, и такой, думаю, все, Демир, ты это сделал. Типа, я прям, ну, я в какой-то момент просто чуть-чуть встать даже не мог, я такой, блин, я говорю, ну, вот, я, типа, попал в Яндекс, и ты испытательный срок прошел, меня не уволили. Вот, типа, все. И, в общем, вот так вот. И сколько ты тут уже работаешь? В Яндексе, получается, вот, ну, больше, больше года, почти два, ну, уже приближается к двум годам. Все, ты уже с ноги тут открываешь дверь, правильно? Там дверей нету, поэтому там пинают. Ради особо речек. Только это, типа, наоборот. Ребята, у нас сложилась история, то, что мы в каждом выпуске придумаем стартап. Ну, так называемый хакатон у нас происходит. Так, будем ли мы что-нибудь придумать? Вы хотите? Нет, пойдемте, наверное, уже. Конечно, будем. Демир, а ты хочешь? Я, на самом деле, не очень хорош, наверное, в придумывании чего-то нового. Ну, то есть, у меня вот хорошо получается анализировать то, что есть, так скажем. Ну, а вот. Ну, давай, мы уже все не будем накидывать идеи, а ты будешь анализировать и сразу говорить нет. Давай моей, примерно, целевой аудитории. 30+. В этом возрасте еще живут. Я думаю, нам какую-нибудь нужно штуку про дисциплину придумать. Вот у Демира проблем со сном нету, а у меня есть. Вот, мне кажется, вообще надо вырезать все мудрости Демира из этого выпуска, и чтобы это вот таким всплывающим просто пуш-уведомлением тебе на телефон, ну, типа, дорогу осилит идущий. И ты такой, вау, мотивация на день. Так, мы таймер забыли поставить. Сейчас я поставлю пять минут. Так. Это за пять минут ты должен придумать. За пять минут ты должен придумать гениальную идею, которая принесет нам миллиарды. Без тебя мы не справимся, очевидно. Так. Таймер пять минут поставил. Так, нам нужно придумать что-то очень жесткое, чтобы оно помогало развивать дисциплину. Мне кажется, просто люди не любят, когда с них деньги списывают с карточки, и они вот, когда плохо спят, нужно их заставить хорошо спать. Тиран. Они привязывают свою карточку к приложению, и если они там не отжимают, без уведомления, причем это приходит, там в шесть-семь часов утра не нажимают кнопку, то с них списываются деньги. Какое ужасное приложение. Мне нравится. Как минимум, оно заставит людей. Ну, блин, ты нажмешь кнопку и ляжешь дальше. Ну, а на уведомление-то не придет. Тебе придется встать и нажать эту кнопку. Если про приложение говорить, блин, просто кажется, как будто, что про то, что ты говоришь, деньги списывать. Это очень крутая такая идея. Но, наверное, если немного, во-первых, списывать, чтобы не больно было, нечувствительный человек в этот раз. Во-вторых, если... Все накопления, в машине один раз проспал. Все отъехи. Но появляется мотивация идти работать в другой зале. Кредит открыт. Мне кажется, нам нужен симулятор матери. Ну, типа, мать — это очень сильный мотиватор, правильно? Ну, то есть, мы с детства привыкли, что нас заставляет что-то... Ну, как правило, это мать. Симулятор матери, который будет заставлять тебя делать... Мне кажется... Доешь суп. Доешь суп, да? Я не знаю. Ну, нет, ну да, да, делай это за... Выучи матан. Сейчас же можно создать изображение матери. Это будет видео. Это будут реалистичные кружочки от матери, которые, понятно, сейчас уже, ну, не столько печется о твоих успехах. Ну, это будут кружочки от матери, которые... Кружочки грустно звучит. Что значит кружочки? В телеграме. Прям видео у тебя будет. А, все, я понял. Видео такое. Просто текст не очень действует. Когда ты видишь плачущую мать, которая... Я, типа, очень расстроена тем, что ты все еще, не знаю... Не сдал. Не сдам матан. Или можно, кстати, сделать просто анализатор стартапов на... Ты, короче, решила проблему в корне, да? Зачем придумывать стартап? Да, давайте фильтровать стартапы, да, типа, на корне. А что, нормально? У тебя же... Ну, каждый день у людей раздается тысячи людей. Во-первых, ты понимаешь, если такое уже. Да, да, да. А во-вторых, оно тебе анализирует, насколько это там соответствует, не знаю, допустим, твоей целевой аудитории. Да. Ты просто берешь, какую-то идею прописываешь, отдаешь приложению. Внутри там, она чего происходит, какая-то магия, ты туда не вникаешь, но по факту она выдает тебе процент похожих приложений, процент, там, к примеру, уже запускаемых приложений, которые были, и которые там не получилось, и ты по факту видишь готовую какая-то бизнес-модель. Ну, типа, стоит туда двигаться. Когда ты это говоришь, это вообще очень убедительно звучит. Если Димир уверен в чем-то, значит, это круто. Я не уверен, я просто сказал твою идею другими словами. Хорошо, но вот так и запишите. Все, мы зафиксировали. Так, ну, получается, побеждает крутой стартап твой. Стартап стартапов. Да, стартап стартапов. О, как хорошо звучит. Правда, я не знаю, как это реализовать, но я думаю, если получится, то круто. Вот, стартап стартапыч назовем. Все, гениально, все. Все, сворачиваем передачу, мы миллиардеры. Зачем мы здесь находимся? Стартап, стартапыч. Слушай, ну, вообще, ну, все, что вот с этим связано, с написанием кодов, да, это вообще какая-то, ну, отдельная, как будто бы каста людей. Ну, вообще, прям, ну, даже юмор свой совершенно. Ну, вот мне, например, не понять, потому что я не понимаю. Ну, это больше, наверное, локальные мемы какие-то. Да, я к тому, что, вот, ты говорил, что у тебя есть дети, ты бы отдал их в IT? Ну, вот прямо, тем более, с учетом того, что ты говоришь, что будущее в IT вообще более чем радужное. Ну, окей, если про детей рассуждать, ну, у меня вот трое детей, да, то есть младшие, они маленькие, там, как бы еще про это говорить рано, наверное, но старший, он, ну, там, к примеру, умеет писать ботов на Телеграме. Я не умею, ну, то есть, не-не-не, это не так звучит, это, типа, всегда все там что-то... Ну, я, во-первых, про это не очень говорю, он просто, когда я слышу, да, все такие, вау, типа, ну... А сколько ему лет старшему? Сейчас. Нам нужно то. 15-15, да, 15-15 лет. Круто. Ну, ты с ним пришел бы писать. Какой его самый классный год? Да, он у меня умный парень, он, ну, то есть, он математикой занимался в школе, участвует в каких-то физических олимпиадах, но это уровень знаний уже, знаешь, такое, когда... Я помню, вот прям четко помню этот момент, он в шестом классе пошел в какую-то школу в Москве, такой, именно специализирующий на математике олимпиадной, и он, в какой-то момент, я перестал понимать его математику. Ну, вот реально, я такой сижу, типа, блин, это математика точно? Ну, типа, там задачи не из серии, типа, цифры-цифры сложил, умножь, а, типа, там, какие-то задачи, там, рыцарь, лжец, там, ну, то есть, на логику, какие-то алгоритмы используются, и ты такой сидишь, думаешь, блин, типа... У меня одногруппники, олимпиадники, и некоторые задачи у них, там, я видел какие-то по математике, типа, там, куча коней на шахматном поле расставлено вот так, да-да-да, там, то есть, совсем другой уровень становится, и ты уже, типа, перестаешь понимать. И по поводу того, что, ну, типа, пойдет ли он в IT, я вообще в этом смысле, я считаю, что это чуть-чуть, как бы, не моя юрисдикция, я просто ему говорю, слушай, ну, типа... Потому что он мог пойти вот по направлению IT, но он не пошел, он пошел в физику. Я говорю, ты смотри, это твоя жизнь, ты смотри, выбирай сам, потому что я тебе сейчас, там, скажу вот так, вот так, а то ты под моим влиянием выберешь что-нибудь, а потом ты, как я, вот будешь там в ресторанах работать, а потом переучиваться где-то, зачем, типа, изначально выбери то, что тебе нравится. Артем? Артем сын зовут Артем. Я ему... Вот именно по поводу дисциплины, да, то есть я хотел сказать, что у нас есть... У меня есть правила, ну, я люблю правила и все такое, короче. У меня есть список правил, и я их, типа, постоянно ему говорю. И был такой крутой момент, потому что мы с ним, там, у нас есть такая... Я часто, ну, не часто, ладно, раз в неделю мы уходим вместе, гуляем, и, типа, я с ним что-то о чем-то просто своем разговариваю, и я ему рассказываю вот эти правила. Иногда кажется, вот это, типа, он как-то мне рассказал, мне так неудобно стало. Он говорит, пап, ты, типа, повторяешься. Мне так неудобно стало, потому что я, типа, одно и то же вроде говорю, но был момент, когда он пошел... Ну, нам какое-то у него важное интервью было в школе, там, что-то проходить, и он... И там преподаватели сидели, и мы сидели, надо было все вместе проходить, и он такой... Ему задает преподаватель какой-то вопрос сложный, и он начинает отвечать, и он начинает рассказывать ту концепцию, которую я ему рассказывал, вот, типа, как будто он ее вот только что, типа, придумал, и я такой, о, ничего, да, это я, да, типа, он открыл мою идею. Да, типа, я такой, да. И на самом деле я хотел сегодня как раз это правило рассказать, они некоторые такие вроде обычные, некоторые, ну, это как раз вопрос о дисциплине. У меня прям список есть, я взял, написал список. Я уже не удивляюсь, что у тебя... Да-да-да. Смотрите там, вот, я, ну, люблю цифры, это понятно. Есть, короче, правило 20 минут. Я ему всегда говорю, типа, Артем, любую фигню можно вытерпеть до 20 минут. Согласна. Да. Ты, там, к примеру, какой-то урок делает, там, литературу, что такое, я ему всегда говорю, типа, 20 минут, 20 минут, потом можешь бросить. Бросай, 20 минут сделаешь, потом бросай, потом, если, ну, пойдет, иди дальше делай, короче, это нормально. Есть такое правило, 3% это лучше, чем 2, 2, соответственно. Ну, то есть это про то, что ты, когда про дисциплину как раз, тебе надо идти что-то делать, и ты, там, пришел на курс, тебе надо, типа, домашку сдавать. Я говорю, ты сделай хоть что-нибудь, неважно, что ты делай, ну, типа, ты, тебе надо что-то сделать. 0% это, говорю, вообще не идет. Ты сделай хотя бы 3%, даже если ты домашку, там, одно предложение напишешь, отправишь, это ты уже, ну, получается, что-то сделал. Это супер важно. Говорю, ты, когда делаешь что-то на курс, пришел, обязательно что-то делай. Приходи, просто хотя бы сядь, отсиди и доделай. И это, типа, гораздо важнее, чем ты, типа, взял за раз много сделал, так не работает в этой жизни. Вот этот процент, я говорю, все время, типа, у нас в жизни нет такого, что ты, типа, либо сделал, красавчик, либо не сделал. У нас, как в футболе, да, ты выигрываешь, если ты выиграл хотя бы один гол. Ну, то есть это важная концепция такая. У нас, ну, особенно молодые ребята, они хотят выигрывать в чистую, да, то есть, ну, все, я, типа, победил, там, и все такое, короче. Это еще одно правило такое. Еще, сейчас, сейчас. 10%, блин, это очень сложная штука. Это, типа, я не... Так, я напряглась, давай, я попробую. Правило, да, 10% это... Про жизнь вообще, я не знаю, ребята молодым, наверное, сложно это понимать, но... В общем, в жизни часто бывает такое, что тебе не надо быть в топе 1%. Ну, быть в топе 1% в чем-то, это иногда слишком дорого для тебя. Если бы я бы вот сейчас, да, работал в Яндексе и говорил, я хочу, типа, в топ-1 программ, ну, типа, в автоматизации тестирования быть, и это было бы супертяжело. Я бы там работал сутками, да, то есть упахивался. Я считаю, что, типа, я работаю в Яндексе, я попал в топ-10% ребят, которые работают в этой профессии, и этого, типа, но при этом важно, я еще 10% трачу, ну, типа, я в 10% прохожу по своей семье, да, то есть для меня важно еще быть при этом, попадать там, в мое понимание 10% отцовства, да, то есть я, типа, и там отрабатываю в 10%, и там отрабатываю в 10%, иду тренироваться, я, типа, думаю, вот, окей, я в 10% попадаю, вот какой-то там 36-летних мужиков, что я, типа, отработал. Ну, то есть вот так вот, и у тебя накапливается здесь 10%, здесь ты попал в топ, и здесь в топ. И эти, неважно, при этом не надо попадать в 1%, потому что, если ты попадешь в какой-то сфере 1%, то ты потеряешь в других сферах, потому что у тебя просто не хватит на это остальное ресурсов, короче. Это очень сложно, да? Нет, нет, я понимаю, круто, прикольно. Ну, то есть лучше иметь там, ну, ладно, все, дальше не буду, блядь. Круто, ладно. Такие тупые, ужасные. Что еще у тебя там есть? Есть следующее правило, такое правило 50%, короче, любая проблема, сказанная, она на 50%, сказанная, она на 50% становится меньше. Ну, это про, больше, наверное, про семью, про друзей. Про лишний вес не работает, к сожалению. Я не знаю, о чем сказать, но я не экспериментировал с этими, если честно. Ну, наверное, да. Это не просто исключение. Не-не, да, типа, любая проблема, сказанная, типа, она становится на 50% меньше. Тебе просто надо прийти кому-то и, типа, сказать про нее, и она становится меньше. Это супер важно. Ну, я, по крайней мере, сейчас чувствую это, типа, ребенка до 15 лет. Да, это важно становится. Еще только два правила осталось, типа, предпоследнее. Сейчас, сейчас сформулирую. Короче, победители, победители никто, никто не любит победителей. Она звучит как-то, ну, странно, конечно, но никто не любит победителей. Почему? Потому что это, короче, тебе надо сделать свою команду. Это я про то, что, типа, найти союзников. Это про то, что ты, короче, должен, это очень легко объяснить в концепции, типа, парень-девушка, короче. Если у тебя есть девушка, ты когда работаешь, и ты тратишь время на свою работу, и ты, типа, там пропадаешь, то ты должен объяснять девушке, почему ты это делаешь. Не потому что, типа, я хочу заработать энное количество денег, а то, что, типа, твой партнер или, там, девушка, жена, не суть важна, она должна быть информирована. И вы должны быть командой, потому что, когда ты объясняешь ей, типа, вот смотри, я, типа, месяц буду задерживаться на работе, столько-то, столько-то, там, этот, но зато я получу повышение, и это прибавка к зарплате, и ты с этой прибавки, соответственно, там, типа, у нас больше будет денег, больше возможностей. Мне очень нравится. Да, это про информированность. Это совсем другая концепция, ты абсолютно то же самое делаешь, просто объясняешь, зачем ты это делаешь. Но получается так часто, что ты, типа, рассказываешь про то, что ты месяц работаешь, потом приходишь победителем, приходишь и говоришь, смотри, какой молодец, у меня зарплаты прибавки, а там человек стоит такой, типа. Да, тебя не любят. Да, ну, типа, не, ну, блин. Он тебя не любят. Ну, да. Ну, то есть ты должен, это то же самое работало у меня вот с сыном, да, когда я, вот он сидел, делает эту свою математику, там, олимпиадную. Я говорю, слушай, я уже не понимаю, ты прости меня, говорю. Ну, давай я просто буду рядом с тобой сидеть, просто буду сидеть с тобой, я больше ничего сделать не могу, говорю. Вот ты ездишь на олимпиады? Я вот последние, там, несколько лет, когда на олимпиады ездили, я просто работал водителем, короче. Я просто привозил его, увозил и покупал еду, и все, даже, я просто, типа, водителем работал. И та же самая, он сидел там, делал что-то, я просто сидел рядом, короче, он такой, он такой, все, пап, я не могу, говорит, у меня не получается, ну, просто не получается, что делать. Я говорю, ну, давай, рассказывай вслух, что там у тебя. Я просто говорю, читай вслух. Любая проблема, это написать все вообще в действии. Да, и он пока рассказывал, да, что-то рассказывал, и он как-то начинал уже понимать, смотреть на проблемы по-другому и все. А, и последнее правило, когда выходим, выходим. Все смеются над моим правилом. Короче, я не люблю, когда мы из дома выходим, все очень долго собираются. Я начинаю из-за этого нервничать, я начинаю. И у меня есть правило, я говорю, когда выходим, молча, ну просто, когда выходим, выходим. Они все смеются и поэтому они начинают надо мной подшучивать, типа, когда кушаем, кушаем, когда идем, идем. Я говорю, хватит, да, когда моемся, моемся. Ну, в общем, у меня есть правило, да, я просто хотел именно к дисциплине все сказать. Мне кажется, тебе нужно на самом деле свой мерч с твоими правилами. Ну, не, они все круто звучат, во-первых, а во-вторых, это было бы постоянным напоминанием и себе, и окружающим. Спасибо. Ну что, правило супер, и цитируя классиков, если заканчиваем подкаст, то заканчиваем подкаст. Я считаю, что это уже мудрость войдет вообще в аналы истории, и спасибо большое. Я не знаю, мне было суперинтересно, и не знаю, как у зрителей, у меня лично, правда, я не знаю, примите вы меня в свою айтишную тусовку, но у меня появилось желание как минимум попробовать. Кого? Сейчас скажу. Кого? Писать кады. Слушай, а нельзя, наверное, сказать писать кады, да? Нельзя? Вы же сказали. Кажется, по грамматике русского языка нельзя. Вы же сказали, что так надо говорить. Не, я сказал писать код. Коды? Писать код. Я писала коды. Все, я уже не хочу. Все желание. Окей, ладно. Да, не знаю. Короче, Демир, ты классный мотиватор, мне кажется, тебе, правда, надо, ну, быть каким-то лектором, потому что, послушав тебя, возникает действительно большое желание изучать это все. Да, спасибо большое, ребята, что поговорили сегодня. Было очень круто. Я для себя как раз узнал то, что мне очень не хватает мотивации, мне очень нужно развить дисциплину. Я, конечно, постараюсь там засыпать, может, часов в одиннадцать, но не в четыре часа ночи, как раньше. В принципе, ты очень замотивировал меня сегодня. Спасибо тебе большое, Демир. Я надеюсь, мы еще поговорим с тобой. Спасибо. Да, вам спасибо большое, что вы пригласили меня, и какие-то мы раскрыли темы. И по поводу войти, войти, ну, всем ребятам, кто хочет там попасть, не попасть, обязательно пробуйте, чтобы потом не жалеть про то, что вы не попробовали. Если вы понимаете, что вы попробовали и вам нравится, прям никогда не останавливайтесь. Просто думайте, что все впереди, и не забывайте про правила. Они всегда работают. Если идем войти, то идем. Так, мне кажется, надо переименовать подкаст «Если войти, то войти». Все начинают шутить в этом. Когда выходим, выходим, да. Что, наш выпуск подошел к концу. Ставьте, пожалуйста, лайки, нам это действительно важно. Ставьте колокольчики, чтобы не пропустить следующий выпуск. Подписывайтесь на канал, потому что это все очень приятно. Мы действительно хотим популяризировать это магическое направление. И, ну, конечно, хотим, чтобы этот подкаст стал вообще не номером один, но вошел в 10%. Это же так важно. А я надеюсь, он в один процент войдет. Все. Всем спасибо большое, что посмотрели. Целуем вас, обнимаем и входим в IT вместе с вами. Субтитры сделал DimaTorzok